Добрый вечер! В каждом занятии повторяем то же самое, чтобы напомнить, чтобы это было как видением для всей темы. После того, как проясняется реальность Творца в этом мире, после того, как человек учится видеть эту реальность Творца в мире, после того, как он понимает, что это его обязывает к служению Всевышнему, приходим теперь к результату всего. Служение должно привести человека к чему-то, а вера должна породить плод. Это то самое ощущение в сердце человека, которое мы называем упование на Всевышнего. То есть, если есть Творец, он управляет этим миром, то все, что происходит в этом мире, происходит под его ажгахой, под его провидением. А если это так, то человек должен полагаться о том, что все, что исходит из него, есть истинное добро, как мы знаем, понятие добро, оно есть сам Творец. Все, что исходит из него, только для добра. Единственное, что не всегда мы видим это сразу, поэтому и отношение к тому, что происходит с нами, должно строиться на полном уповании на Всевышний. Упование дает нам одно из самых важных качеств, которые нужно приобрести. Уж точно нам их не хватает. Спокойствие души. Есть что-то, что позволяет нам выйти из тюрьмы, в которой каждый может почувствовать порой, что мы туда сами себя запираем, в эту тюрьму. Тюрьму вечных переживаний, вечных постоянных забот, тревоги, нервов и целый список. Иди, знаешь, что произойдет, как будет, что будет, почему так произошло, почему не по-другому. У людей есть много претензий, есть много страхов, много внутреннего напряжения. Если человек знает о том, что все, что с ним происходит, все происходит от Творца, то и приходит к нему очень важное качество, которое необходимо не только для служения Всевышнему, но и вообще для нормальной жизни, спокойствия души, уравновешенность – это то, что очень важно, необходимо для нашей жизни. Итак, мы сейчас находимся в четвертой разделе. В вратах четвертых мы уже находимся, в этом уже не одно занятие. Тут мы дошли уже конкретно до исполнения вот этого повеления упования. Как оно проявляется в конкретной нашей жизни? Рабин Бахия разделяет нашу жизнь на семь сфер, и постепенно мы раскрывали в каждой из этих сфер, как должно проявляться это упование. И вот мы сейчас дошли до четвертой части, то есть четвертой сферы нашей жизни. И посмотрим, как в этой сфере должно проявляться упование на Всевышнего. То есть до этого мы говорили о отношении человека к человеку, к психологии внутренней, отношении между людьми, человек по отношению к своим близким, жена, муж, дети, его окружении. И разобрали все возможные случаи, то, что касается его достатка, его здоровья и многих других составляющих, которые есть. В сегодняшнем занятии мы пришли к совершенно другой теме, другой сфере жизни человека, касающийся его обязанностей по отношению к Всевышнему. До этого говорили человек по отношению к себе, по отношению к другим, сейчас говорим человек по отношению к Всевышнему. Говорит автор. Обратимся теперь к четвертой из семи упомянутых выше частей. Сюда относятся обязанности человека, которые он исполняет в своем сердце и посредством тела. Такие обязанности, что пользуясь, ущерб от их исполнения или неисполнения, касаются лишь его одного, но не других людей. То есть речь идет о исполнении повеления Всевышнего. Каких? Пост, молитва, сука, лулав, праздник суккот, цицит, соблюдение законов субботы и праздников, кашуру, воздержание от греха. И дальше он им говорит интересную фразу. И я прошу Бога, чтобы Он в милостердии своем наставил меня в том, как следует правильным образом полагаться на Него при исполнении всех этих обязанностей. То есть оказывается, что не так просто для Него, по крайней мере, для Рабейну Бахи, когда Он дошел до этого места, мы не встречали такую фразу раньше. Уже мы чувствуем, что есть некая какая-то проблематичность в понимании того, каким образом реализуется это упование в исполнении митцвот. Исполнение митцвот. Итак, есть у нас отношение к себе, к другим людям. То, оказывается, есть, как мы знаем, есть повеление, касающееся... Творец повелел нам исполнять митцвот, как тут перечисляется. Пост, молитвы, сука, лула, цицит, суббота, праздники, кашрут. И вот мы сейчас начнем. Это место очень известное. Вы наверняка в разных лекциях или занятиях или в других источниках слышали эти идеи. Но источник он тут. Источник он тут. Проделывает Робейну Бахе тонкий анализ. Прежде чем он входит в этот глобальный вопрос, а как осуществляется конкретно, кажется, даже непонятно. Причем тут упование вроде бы. Есть повеление Всевышнего. Я должен наложить филин. У меня надо молиться. Нужно соблюдать кашрут, субботу. Причем тут упование. Кажется, даже как-то непонятно, о чем речь идет. Так вот, он говорит так. Прежде всего заметим, что как заповедь, так и грех совершаются не иначе, как в ходе следующих трех действий. То есть, прежде чем он входит в объяснение, каким образом проявляется мера упования в соблюдении митцвот, он говорит, давайте остановимся, давайте теперь сейчас войдем в тему, которую он только раньше упоминал, кто это помнит, довольно-таки по сравнению с этим поверхностно. А сейчас он входит в нее более подробно. Из чего состоит соблюдение митцвот? Когда мы говорим, вот есть митцва, наложить филин, или кашрут, суббота. С чего состоит эта митцва? Из трех действий. Первое. Выбор осуществляемым человеком в сердце и в глубине души. Прочтем вначале. Второе. Его душевный настрой и решимость осуществить выбранное. Третье. Усилие и старание исполнить физическое действие посредством видимых органов тела. Тогда, как все предыдущие, было незримым для окружающих. Так что его выборы и решения проявились в мире открыто. Давайте тут остановимся. Это очень-очень важный анализ, который он тут производит. Все, что мы выполняем, должно пройти три этапа. Три этапа. То есть, любая митцва, она любое хорошее деяние. Убрать хорошее деяние. Митцва. Хорошее деяние – это отдельная тема. Это насчет хороших людей. Повеление. Повеление Всевышнего. Из чего оно состоит? Первое, и это, по-видимому, начало всему, это выбор, который является основой нашего понимания, существования, сотворения всего этого мира, что у каждого человека есть свобода выбора. В чем оно состоит? Как выполнять волю Всевышнего, так и его не выполнять. Не выполнять. Свобода выбора. Если у нас есть повеление, и мы сказали, у меня свобода выбора, как выполнять, а так не выполнять. Значит, первое действие, которое должно произойти, это принятие решения, которое происходит у нас в разуме, о том, что я выбираю исполнение этой пиццы. Это первое, что должно произойти. Второе, то, что мы, как правило, не замечаем. Душевный настрой и решимость осуществить выбранное. Как выбор происходит где-то там в разуме человека, и он скрыт, никто еще не знает о том, что человек выбрал. Точно так же его намерение, с каким намерением, с каким эмоциональным настроем он собирается это делать, тоже скрыто. Но оно всецело в руках человека. Если мы выполняем цву, то важно выполнить ее, так сказать, в своей полной мере, с должным намерением, которое у нас есть. И, как тут сказано, душевный настрой и решимость осуществить выбранное. Тут хорошая формулировка. Насколько человек готов, с каком ощущении радости идет выполнять повеление Всевышнего. Это вторая необходимая, необходимая составляющая для выполнения митцвы. И третье, как мы понимаем, о том, что после того, как мы, это прошло у нас в разуме, в эмоциональной части, и доходит до части ниши. Это часть непосредственного исполнения, повеления в мире физическом, в нашем мире, для того, чтобы это проявилось. Усилия и старания исполнить физическое действие посредством видимых органов. То есть, ясно, что укладываем. Все, что необходимо, все это уже видно. И нам, и другим. Так, чтобы его выборы, решения проявились в мире открыто. Тема эта тоже уже обсуждали не один раз. Исполнение митцвы, оно происходит на всех уровнях души, которые у нас есть. Есть у нас, как известно, три минимальные, есть три составляющие нашей души. Одна ниша, которая связана непосредственно с телом, с физиологией, которая у нас есть. Над ним та часть, которая касается наших душевных качеств и эмоциональной части нашей, которая есть. И у нас есть разум, который понимает, осознает этот мир и должен вести человека к цели его жизни. Исполнение митцвы, и это очень важно знать, оно включает все три составляющие. Должно включать все составляющие. То есть, должно быть принятие решения в голове о исполнении этой митцвы. После этого должно быть подкреплено его базой, то есть, этажом ниже, то есть, эмоциональная часть у человека, как тут сказано, душевным настроем и решимостью сосуществить выбраны, что это очень важная тоже часть. И во многом, во многом, во многом мы судимся именно по этому настрою, насколько мы, с каким настроением, с каким воодушевлением мы эту митцву делаем. И третье уже, неспосредственно выполнение. Теперь надо уже наложить святую линь, там, я знаю, там, прочесть молитву, дать сдаку, держать пост. Конкретное проявление, которое есть в этой митцвы, в этом мире. Три составляющие. Надеюсь, ясно, все запомнили. Есть еще другие намерения, которые есть, и надо еще помнить, что есть у нас еще и произношение, которое есть, надо к этому добавить. И есть высшее, которое наверху, что это должна быть радость. Пока касаться этого не будем. Достаточно этой три теперь. Так вот, продолжает Рабаин Бахов и говорит, в тех вещах, в которые ничто не ускользает от нас и не скрыто, ибо нам известна воля Творца, в чем состоит его заповедь и что является грехом, то есть, в выборе между служением и грехом, а также в душевном настрое решимости осуществить избранное, во всем подобно полагаться на Всевышнего, это ошибка и глупость. Ведь он предоставил это нам выбирать между служениями и его нарушениями его воли. Как сказано в книге Дворим, избери же жизнь. Но он не дал нам власти в успехе наших дел, будь услужением или грех, а поставил это в зависимость от внешних по отношению к нам факторов, временами благоприятных по отношению к задуманному делу, а временами нет. И вот он говорит теперь, как это относится вообще к упованию, какое отношение имеет. Он говорит так. Дальше это мы чуть проясним подробнее, но уже чтобы было какое-то минимальное понимание. Вполне возможно, что найдутся люди, которые в силу своих настроев духовного, высокого, посчитают, что влияние Творца на человека это решающее, а человек должен быть совершенно таким полностью полагающийся на Всевышнего. Поэтому даже в таких вопросах, как соблюдением и свод, точно так же надо полагаться на Всевышнего. То есть, я буду лежать на диване. Если мне Всевышний откроет сердце и туда вставит желание помолиться, я буду молиться. То, что называется Бали, как тут у нас называется. Вот если приспичит молиться, буду молиться. Если он пробудит мое сердце, делать это с воодушевлением, то буду делать с воодушевлением. А если у меня нет настроения, ну, значит, воля Всевышнего, чтобы я это выполнял без настроения, ну, вот, и сказать, как будто меня ведут на убой. Это, как он говорит, это ошибка и глупость. То есть, это не просто ошибочное понимание ситуации. Ты, ничего и глупость, не стесняет назвать это своими линиями. Почему? Потому что вся оценка нашей жизни в этом мире, она в этих местах. И согласно чему? Согласно тому, что отдана человеку, и только человеку в его руки. Тут, как бы, Творец убрал себя полностью из этой области. Он туда не вмешивается, отдав это полностью человеку. Что именно? В каком месте? в выборе, делать или не делать. Человек может сказать, а меня вообще, вообще тело не интересует. Вы же встречаетесь все время с людьми, которые, они лобокетан, как тут говорят, и вообще тут не, это не, меня не интересует, это не для меня. Я на самом низшем уровне. А есть человек, который же знает, уже соблюдает, но ему это тяжело, и он решает, что я эту митсву не выполняю. Ви, это только, например, часть субботы, где нужно там выпить, там, сделать кедуш, красиво, там, попеть песенки и хорошую трапезу. А то, что касается запретов, да, ну, это не для меня. И раз, вычеркнул это. Это его было решение. Это его решение. Никто ему в голову никакой новый этот самый, не поменял ему диски в голове. Это его было решение. Теперь точно так же с каким душевным настроем исполнять этот выбор полностью в руках человека. И это является основным критерием для оценки, кто есть человек религиозный. И только выбор. Выбор делать или не делать на определенном этапе входит в привычку. Обратите внимание. Например, соблюдать субботу, кашрут, молиться. Верно? Вначале было непросто. Но как только человек уже начал, уже соблюдать, то ему не так сложно уже сделать этот выбор. Если идти молиться, надо молиться. Пост, пост, соблюдать кашрут, кашрут, суббота, суббота. Ну, а вот с душевным настроем решимостью осуществить выбранное, тут проблема. Тут проблема. Почему? Потому что каждый день у человека другое настроение, другое ощущение, другой душевный потенциал, который он может его осуществить, а может нет. Поэтому и говорят, что молитва – это работа. Каждый день это новый настрой, это новая борьба, это новая борьба. Это нужно, не можешь просто прочесть головой, я выбрал помолиться, и вот я прочел текст. Но это же не молитва. А суть молитвы именно как раз в этой второй части с этим душевным настроем, с намерением, которое есть, которое произнесли. Так вот, все это полностью выборы самого человека. Там нету, нет возможности полагаться на Всевышнего, что он мне поможет, что он мне пробудет, он мне даст силы молиться, соблюдать. Вот, вовсе нет. Наоборот, иди, знай, может быть, еще свыше пошлют к испытания, чтобы у человека были, что-то его отвлекало, что-то его разочаровало, приводило в какое-то плохое настроение. ну, сейчас сверху смотрят, давай посмотрим, как ты с этим справляешься. это всецело в руках человека. Всецело. Это то, что он говорит. И там нету вообще никакого упования. А кто уповает в этом на Всевышнего, ну, и это и ошибка, и это просто глупость. Но, с другой стороны, есть третья часть. Какая третья часть? Третья часть, это связано с непосредственным исполнением. Если я решил соблюдать кашрут, и я это делаю, выбор у меня окончательный, и я намерение у меня, можно так сказать, самое-самое, самое хорошее, самое бодрое есть, есть душевный настрой. Но попадет ли мне в рот, кроме вкусной и питательной пищи, плюс и червяк, или что, типа этого, это уже вопрос, который не всецело он связан с моим намерением. Это то, что он говорит. И вот мы приходим, то, что вы слышали много раз, чтобы человек там не думал в его сердце, что это в его власти. Когда это дело доходит до конкретного исполнения, какое бы намерение он не имел, какой выбор он не сделал, какое намерение бы не имел, как это произойдет в конечном итоге, всецело в руках Всевышнего. Это может осуществиться, это может не осуществиться. Намерения были самые лучшие. Кашрут самый строгий, который есть. Съел, съел шкот севымовцем, съел это пару червяков, или не знали там мошки, или всякие разные мушки. Недавно был случай, рассказали о том, что в одной из ищев они делали день поста. Что оказалось? оказалось, что им приготовили вкусный кускус. Это еду вкусную. А потом они присмотрелись, а там было много мошек этих самых, которые попадали в это. Все было кошерно, но только не присмотрели. И попадали туда много всяких разных этих летающих мошек, и они там поели пока один не присмотрелся. Вытащил это, прямо вытащил это и показал всем. Все начали посмотреть, у них тоже нашли. Это уже после того, как часть поела, часть с половиной, часть с третьей. Всящего сидела пост. То есть они все имели намерение соблюдать кошрут. Все хотели это делать с воодушевлением. Результат был другой. Видимо не все в наших руках. Это то, что он говорит. Это то, что он говорит. Давайте продолжим. Если человек полагается на Бога в выборе, который он делает на путях служения, и говорит, не стану делать выбора. О, это мы уже опередили, в принципе, уже сказали, то, что он сейчас собирается говорить это в явной форме. Если человек полагается на Бога в выборе, который он делает на путях служения, и говорит, не стану делать выбора и не намереваясь делать ничего из того, что относится к служению Творцу, пока он не изберет для меня лучше из этого, то тем самым он сходит с прямого верного пути, ведь Творец, будин благословен, повелел нам самостоятельно избирать дела, относящиеся к служению, направлять себя к тому со стараниями, внутренней решимостью от всего сердца ради великого имени Всевышнего и известил нас, Всевышний, что такой верный путь для нас в этом мире, в мире грядущем. То, что вы уже это сказали, снова подчеркнем это, что если кто-то будет, кто-то посчитает о том, что то, что касается первого и второго, то есть выбора и с каким душевным настроем мы делаем этот выбор, можно полагаться на упование Всевышнего, заблуждение, ошибка, полная глупость, это не работа, это все отдано именно нам. Более того, всегда надо помнить, всегда надо помнить, всегда надо помнить правила, которые вообще существуют духовно в этом мире. Чтобы это было ясно, и это просто во всех местах одно и то же. То, что касается духовных достижений, духовности, духовность всегда требует усилий. Нет возможности. И это проверка, кстати говоря, есть многие люди, которые по ошибке вообще понимают слово духовность. То есть, если нетелесное удовольствие, то они считают, что это уже духовность. Это неверно. Человек с удовольствием прочел роман, считает, что он занимается духовной деятельностью. Это действительно не телесное наслаждение. Верно. Но оно не называется у нас по критериям Торы духовности. Это не та духовность, о которой мы говорим. Духовность, которая у нас, это духовность, которая всегда постигается только трудом, усилием. Это теперь понимание, тут соблюдение, о том, что мы говорим, привязать. Это выбор, который у нас есть. Он требует какой-то духовного усилия. И плюс умение душевного настроя, решимость, выбранное, оно тоже требует усилий. Так вот, вот эти усилия, 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 которые есть, оно и порождает духовность, о которой мы говорим. А духовность, она, например, порождается тогда, когда человек делает усилия чуть больше, изучая Тору, например. То есть, он мог уже практически заснуть, но он себя, так сказать, заставил встряхнуться и продолжит еще пять минут учебы. И все, что подобно этому. То есть, любое усилие в области интеллектуального, в области душевного, это и есть, это требует всегда маамадз. Теперь. За вот это усилие и есть вознаграждение. То есть, вознаграждение, оно идет, порой, за вот это усилие, о котором мы говорим. И оно всецело всегда в наших руках. Потому что выбор на каком-то этапе становится автоматическим. И мы уже, как бы пройдя, точка выбора, она уже в этом месте не находится. Человек соблюдает субботу уже много лет. Человек родился, никогда не было реальности, что не соблюдал субботу, не соблюдал кашрут. Не, а где его выбор? Где его выбор? В том, что он, нет, он уже, как бы, точка выбора, помните, мы уже разбирали, Равдесслер объясняли, где тут точка, где линия фронта проходит. Это уже захваченная территория. Там-то выбор уже не происходит. А где выбор постоянно будет происходить? В том самом усилии, которые надо предлагать для того, чтобы делать, учить Тору, исполнять митсву с намерением, с душевным настроем, с радостью. О, вот тут и основное вознаграждение, которое есть. И об этом сказано, что всё, всё в руках Творца, кроме боязни Творца. Все фразы эту знают. Всё в руках Всевышнего, кроме страха перед Ним. Что имеется в виду? Что вкладывается в это? Именно эта точка выбора, вот эта страха перед Ним, что я буду выбирать, я буду делать это с должным намерением, всецело в руках человека. Всё остальное в руках Творца. Это надо запомнить, это очень важная фундаментальная мысль. Продолжим. И если окажутся в наличии необходимые для того внешние факторы, и окажется возможным осуществить то дело из сферы служения Творцу, относительно которых были ранее сделаны выборы, то мы получим большую награду за то, что избрали служение. Из-за намерения и устремленность к исполнению его, из-за воплощения его в реальность посредством органов нашего тела. А если не дано будет исполнить его реально, то мы получим награду за выбор. Из-за намерения его, как в предыдущем случае. Подобным же образом стоит дело и с грехом, и наказанием за него. Сейчас мы дошли до очень важного и знаменитого места. Если окажутся в наличии все факторы, и окажутся возможным осуществить то дело из сферы служения, в зале, в котором был ранее сделан выбор, то есть другими словами, человек может соблюдать кашрут, как мы сказали, субботу, исполнять митцвот. Есть у него эта возможность. И он прошел все три этапа. Он выбрал. Он сделал это с душевным намерением соответствующим. И конкретно это исполним. Надо было наложить твилин, выбрал наложить твилин. Должен намерением наложить твилин. Все осуществилось. Что он говорит? Получим награду за то, что избрали служение. И за намерение и устремленность к ее исполнению. За то, что мы имели намерение и устремленность к ее исполнению. И это второе. И третье. И за воплощение его в реальность посредством органов нашего тела. То есть мы получаем вознаграждение и за это, и за это, и за это. За все три части. А если не дано будет выполнить его реально, то мы получим награду за выбор и за намерение исполнить его, как в предыдущем случае. Подобным же образом стоит дело и с грехом и наказанием. Теперь, слушайте, что происходит, если человек, он имел намерение наложить твилин. Собрался делать это совсем, так сказать, должным намерением душевным. Но именно в этот момент, я знаю, сказать, что-то взорвалось, что-то произошло, выяснилось, что этот твилин не кошерный. Не смог это выполнить. Или типичный случай. Мы хотим, например, выполнить митцва Бекур Холин. Навестить человека больного. Это митцва, это повеление Всевышнего. Сначала надо пробудиться, чтобы ее выполнить. Единственное, надо ехать далеко. Это не так просто решить. Решили. Теперь, что нас проверяют, после того, как мы решили, мы полумертвые будем туда тащиться, делать кому-то одолжение, непонятно кому. Или, если уже выполняем митцву, сделать это с должным намерением, с радостью. Исполнение митцвы. Теперь третье. Нужно доехать. Мы живем в Иерусалиме. А наш человек, с которым мы хотим навестить, живет в кайфе. Полтора часа езды, два часа езды в одну сторону. Ну, надо решиться на это. Теперь нужно это сделать с воодушевлением. Третье. Надо туда доехать. Конкретный случай. О чем говорить? Человек, который решил, человек, который сделал это с воодушевлением, он даже дошел до автобусной остановки, даже поехал туда, застрял в пробке на выезде из города. Работают на дороге пробка. Но явно, так сказать, не осуществилось его намерение. Что происходит? Так вот, оказывается, есть знаменитое правило, которое есть. О том, что Творец присоединяет хорошее намерение, как будто человек выполняет эту митцу. Все слышали, есть эта фраза. Так вот, надо ее сейчас понять, хорошо разобрать. Что значит митцарев, это махшевала маасэ. Это надо понять, это емко, это определение, которое есть, которое присоединяет мысль хорошую к деянию. Что это значит? Это значит, что если мысль была хорошая, то как будто ты выполнил это деяние. Какая разница? Ведь речь идет о исполнении митцвы. То есть, так как это митцва, она всецело зависит от человека. Совершенно другое дело, что с тем, кому мы хотим навестить, это его другой совершенно дин, закон, что с ним будет происходить. Но по отношению к самому человеку, который собрался исполнить эту митцву, но у него просто не получилось ее в этом мире материальном осуществить. Так вот, оказывается, что это решение, желание, оно там наверху засчитывается, как будто он в реальности доехал до хайфа, навестил его и вернулся назад. Как будто это произошло и получает вознаграждение за это. Снова, что мы из этого учим? Я же говорю, то, что с больным происходит, не относится к самому этого человека. То есть, речь-то идет у нас о конкретном человеке, он получает вознаграждение за существование митцвы или нет. Так вот, оказывается, что если он решил выполнить эту митцву, и он должен настроем это делать, только по каким-то причинам небесным ему не дали осуществить это, то как будто он считается там наверху, как будто он ее доосуществил, эту митцву. Теперь, что касается того больного, у него совершенно это совершенно другое, это не связано с его... Он хефцеда митцву, он всего лишь навсего является как бы тот средством исполнения митцвы в такой ситуации. Поэтому неважно, она была в реальности или это было виртуально. Значит, один шамай был, что ему не полагается этот бикур. А, но зато тому, кто решил. Ведь это пробка, на что же было с небес? Значит, товарищ решил, что он может туда не доехать. Почему? Может быть, это наказание тому больному, которому не полагается это. Это другой вопрос совершенно. Так или иначе, надо понимать так. Когда мы говорим о том, что присоединяет творец мысль, хорошую мысль к деянию, имеется в виду... Не имеется в виду, что, например, человек лежит на диване, и у него появилась хорошая мысль. Было бы здорово навестить исхака, он болеет в хайфе. И у него митцва. Вовсе нет. Это не имеется в виду, появилась мысль. Появилась мысль, это фантазия. Было бы хорошо, что... Вовсе нет. Должно быть полностью принятое решение внутри. Плюс полное намерение исполнить это. Только тогда это присоединяется к деянию. Что значит присоединяется к деянию? Засчитывается, как будто он это осуществил, как будто само деяние произошло. Псссс. Теперь. И наоборот. И наоборот. Лежит человек и думает... Да, Ицак, дай его прикончу. Убью. Что происходит? Что в такой ситуации? Это тоже засчитывается, как будто он его уже убил? Во-первых, подобным же образом стоит делать с грехом и наказанием за него. То есть, недостаточно, когда мы говорим о том, что творец что делает? Засчитывает желание человека убить другого, как будто он его убил. Как будто он его убил. Это не о том, что, так сказать, подумал, я не знаю, что с ними разорву его на части. Ну, нет, такие же фантазии. Это когда он решил, прикончил, у него был план, как это осуществить, должное намерение. А тут уж проблем нету с этими намерениями. В плохих делах у нас, так сказать, обратите внимание, вот эта часть самая сложная такая, душевный настрой и решимость осуществить выбранная. Когда речь идет о каком-то... Там есть грех, у нас большой душевный настрой. Тут проблем нет. Пах! Промахнулся. Почему? Ну, как раз у него, ему на бровь села муха. Или кто-то еще дрогнула рука. Кто-то, не важно что. То есть, ему там с небес не позволили это сделать. Ему не полагалось этому искаку уйти из этого мира. Вот тогда, говорит Абайнубахья, то, что он остался жив, это другой подсчет, что есть в этом мире. Но тот, который имел, выбрал его убить, сделал с должным этом намерен подготовку к этому убийству. И у него просто не получилось. Там засчитывается, как будто он его действительно убил. Он убийца. Такой человек является убийцей. Это не так просто, не так просто. Естественно, что слышится людей, которые там, первый раз, предположим, открыли наше занятие. В мире светском такого не существует. Там только задействия. Иди, знаешь, что у человека в голове. Человек там не судит за то, что он имел намерение, он собрался. Там только если убил, вот отвечай. Не получилось себе убить. Ну, тебе повезло гулять. Это уже совершенно другой вопрос. И кроме всего, снова, давайте, если мы уже под этим углом рассматриваем, как вы сказали, самоубийство удавшееся, верно? Неудавшееся. Ему действительно человек, который решил покончить с собой. И человек, который делал это, как мы сказали, с намерением. И такое ему не удалось. И таких случаев есть не один. Он принял, он принял, я знаю, там, прыгнул с какого-то этажа. Или там принял какие-то таблетки. И его вовремя спасли. Ему это не удалось, это есть. В этом проявилась воля Творца. Вот это, ты скажешь, ты не уйдешь из этого мира. Ты хотел удрать от своей роли. Не стоит это делать. Мы уже разбирали это дело. Все равно отмучаешься, еще хуже будет. Дальше. Поэтому не стоит кончать самоубийством. Просто это невыгодно. А там наверху, действительно, его будут рассматривать как самоубийцу. Как будто у него это удалось. Так оно есть. А если он раскается? Если он раскается, то раскаяния нас терять. Она все убирает. Истины. Чувак, который есть, о котором мы говорим. Как любое прегрешение, включая прегрешение даже типа убийства. Оно снимает, стирается у человека. Чува, она как бы выжигает из его души это преступление. Для этого нужна чува, только истинное раскаяние. Продолжает Рабейну Бахи и говорит, различие в том, как должна проявляться уверенность в помощь Бога, благословена в служении Ему, и как в прочих делах этого мира состоит в следующем. То есть, мы уже снова забегая, берем это, говорим. Сейчас он это в явной форме выражает. В других делах этого мира нам не открыты преимущества и недостатки одних средств достижения желаемого по сравнению с другими. Ибо мы не можем перепробовать всех ремесел, чтобы понять, какой из них лучше для нас и больше подходит, чтобы обеспечить нам пропитание, здоровье и прочее благо. И точно так же неведано нам, в каких предприятиях, на каких путях и в каких делах этого мира ожидает наш успех. И потому мы обязаны полагаться в своем выборе на Бога, чтобы Он помог нам сделать его на благо нам, когда мы вынуждены уделить этому время. И мы просим Его, чтобы Он пробудил наше сердце хорошему верному выбору. Сейчас он подводит итог, очень-очень-очень-очень важный, о том, о чем мы сейчас говорим. Смотрите. Он говорит так. То, что касается этого мира, как мы говорили, этого мира, все скрыто от нас. Любой человек, который не закрывает глаза на то, что с ним происходит, чуть-чуть следит за тем, не только с ним, что происходит, с другими людьми. Он видит о том, что человек планирует одно, получает другое. Скажите, закончит институт, получит диплом. Выходцев из наших мест. Без этого вообще нет даже возможности представить, что человек сможет зарабатывать себе на жизнь. Надо получить специальность, надо... А ну, скажите мне, тот факт, что человек закончит школу, получит аттестат зрелости, поступит в институт, получит диплом, это гарантирует ему обеспеченную жизнь? Ответ нет. Ответ нет. Я человек, который думает, если я сделаю третью степень, а вообще буду, так сказать, разбогатею, или, наверное, буду, это... Оказывается, что нету, нету вообще никакой, так сказать, тропинки, проторенной к успеху экономическому, успеху там в той области или в другой области. Есть люди, которые очень-очень способны, все закончили, все институты, все дипломы имеют, и никак не преуспели. Несколько лет назад опубликовали исследование. Взяли в Израиле 10 директоров крупнейших концернов. Не заводов, а крупных концернов, которые есть. И попросили их пройти тест. Простой тест, который проходит любой человек для того, чтобы проверить, какой специальности он, как бы, предрасположен. То есть, чтобы было понятно, как бы, его профессиональное ориентирование. К чего он подходит больше, к чего менее подходит. Так оказалось, что 8 из 10, они вообще не прошли текст, не прошли тест по руководству. То есть, они руководят концернами с миллиардным оборотом, и они просто по своим данным, а порой иногда даже по своему образованию, они оказались людьми, которые не имели всю базу, о которой мы выдумали. Список миллиардеров, которые есть, они все с высшими образованиями вовсе нет. Вовсе нет. То есть, вообще порой никакой связи нет. Никакой связи порой нет. Другими словами, то, что касается этого мира, будущее скрыто от нас. Человек может только делать какие-то усилия. Вот я получу образование, я буду выбору какую-то профессию, я буду, так сказать... Я помню, несколько лет назад, вы помните, был большой кризис в хай-таки. А до этого люди там сходили с ума получить профессию программиста, вдруг оказалось, так сказать, нет спроса на программистов. Был большой кризис в этой области. Снова после этого снова изменилось, сейчас все стало гораздо лучше. Мы не знаем, что произойдет. Поэтому он говорит, в делах этого мира нам не открыты преимущества и не открыты недостатки. Мы не знаем, каким путем идти. Мы не можем все перепробовать для того, чтобы понять, что мне принесет желаемый доход и экономическое спокойствие. Мы не знаем. Поэтому мы обязаны полагаться в своем выборе на Всевышнего, чтобы он помог нам сделать его правильно, по благо нам. Это то, что ясно и понятно. Это то, что касается дел этого мира. Мы не знаем, мы не знаем, не знаем. Надо полностью полагаться на Всевышнего. Однако в служении Творцу все обстоит иначе. Поскольку Бог уже известил нас о верных путях, повелел избрать их и дал нам для того все возможности. И потому, если мы станем просить Его помощи в подобном выборе и полагаться на Него, ожидая от Него указания относительно того, что хорошо для нас, то просьбы наши будут неверными, а упование неумным. То есть, он сейчас более глубоко раскрыл, что мы говорили раньше. То, что касается служения Творцу. Есть что-то, что это не раскрыто, что надо полагаться на Него? Наоборот. Он нам повелевает. Он нам это заставляет делать сейчас. Нет вопроса, хорошо или плохо. Ясно, кто выбирает добро повеления Творца, удостаивается жизни, вознаграждение. Поэтому он говорит, если мы станем просить Его помощи в подобном выборе, помоги мне выбрать и исполнить твою митву. И полагаться на Него, ожидая от Него указания относительно того, что хорошо для нас. То есть, я буду сидеть на лавочке и буду сейчас ожидать, пока Творец пробудет мое сердце, и пойти помолиться. Или еще что-то выполнить. То просьба наша будет неверным, упование неумным. То, о чем он говорит, это неуместно. Это вообще не этой части, касающейся выбора исполнения митву. Тут нет ничего скрытого, что надо полагаться на Всевышнего. А тут наоборот. На кого надо полагаться? Тут, в этом месте, и только в этом месте. На самих себя. И вот, обратите внимание. А у Ибхамистара все наоборот. Человек всегда, что называется, то, что касается этого мира, на кого он полагается? На себя? Наоборот. Своим умом. Надо только себя. Я добьюсь. Закончу институт. Получу диплом. Устроиться хорошую работу. Все, все своим. Он полагается на себя. А то, что касается духовной жизни, ну, смотрите, ну, я знаю это сказать. Надо, чтобы меня как-то сверху пробудили, как-то вставили в ней какое-то внутреннее желание, не знаю, чтобы пришло словение сверху. Все наоборот. А это как-то сказано, неумно, неверно. И то, что касается исполнения повеления Всевышнего, это всецело в наших руках, и зависит от нас, и только нас. И тут человек решает. То есть, все зависит только от меня в этой области. Все от человека зависит. И еще, продолжает он, говорит, в делах этого мира случается, что бывшие ранее хорошим последствия оказываются плохим или наоборот. Еще как. Как часто бывает, что человек сделал какую-то сделку. И для него это, казалось бы, самым-самым-самым удачным, что есть. И таких случаев только спросите людей, которые следят за этой экономической прослойкой, которые есть у нас в стране, за рубежом, знают, сколько было сделок сделано в надежде на большую прибыль. И оказалось, что эта сделка, наоборот, привела, казалось, самым удачным, а в конечном итоге она привела к полному разорению. А некоторые даже нашли свое место в тюрьме. А есть, в которых, наоборот, сделка, она была неудачная, а в конечном итоге выяснилось, что они там спасли себя от гораздо большей потери, или в конечном итоге она привела к какому-то выигрышу. Непонятно. То есть, то, что было плохим, окажется хорошим, хорошим, плохим. Однако в том, что связано с исполнением воли Творца, все обстоит иначе. То, что касается выбор, надо выбрать, надо должное намерение иметь. О, тут все по-другому. Исполняя заповедь, всегда останется исполненной заповедью. А грех всегда останется грехом. И никогда одно из них не превращается в другое. Обратите внимание. И никогда одно из них не превращается в другое. То есть, если человек уже имел намерение, хотел и выполнил, должен... Выбрал сделать хорошее дело. Митцву. И имел ложное намерение. Это всегда останется заповедью. И никогда это потом не превратится в что-то плохое. А если человек совершил грех, действительно, то есть, выбрал и намерение имел. Это никогда не превратится в что-то хорошее. Итак, можно подвести итог и сказать, что тут механизм очень простой. Снова повторим его. Есть три этапа, три составляющие в исполнении повеления Всевышнего. Одно – это выбор, осуществить повеление Всевышнего. Второе – это должное намерение, которое мы должны иметь при выполнении этой митцвы. Эти два этапа – всецело в руках человека. В отличие от этого, третья составляющая, третий этап. То есть, непосредственное исполнение в этом мире, получится ли у нас или не получится, как мы сказали, это уже не в наших руках. Вполне возможно, что намерение, выбор и намерение мы имели, а осуществиться – это не осуществиться. А может и осуществиться, как вы сказали. Может, да, может, нет. И, казалось бы, уже тут, в этой третьей части, тут уже, так сказать, все в руках Всевышнего. Первая, вторая – в наших руках. Все зависит от нас. Полный выбор, и не надо полагаться на Всевышнего. Только мы. А третья – вот, есть. Можно полагаться на Всевышнего. И вот он сейчас говорит интересную вещь. Но есть нечто, в чем действительно следует полагаться на Всевышнего. Оказывается, есть. В доведении до конца делу, исполняемой нами в ходе служения. Уже после того, как мы совершили свой выбор от чистого сердца и проявили решимость осуществить его, и честно приложили усилия ради славы Великого, ради славы Великого имени Всевышнего, «Сделав все это, мы обязаны просить Творца помочь нам в достойном завершении наших трудов и указать верный путь, как сказано, направляя меня, согласно истине твоей». Цитата из Тилем. И еще несколько цитат. Что это значит? Это значит, что наша роль, она не завершается только первым-вторым этапом. Я выбрал сделать митцу и имею намерение соответствующих выполнить ее. Этого не... И моя роль все отсюда и дальше уже как творится. Вовсе нет. Даже на третьем этапе, когда действительно то это все зависит от воли Всевышнего, я исполню митцу дали и нет, и тут есть... Вот тут-то и проявляется возможность упования. То есть мы же ищем, как это связано с упованием. Так вот, упование, оно только в третьей части. На первой, второй выбор, намерение. Там нет упования. А вот в третьей части мы да уповаем. На что? На том, что уповаем, о том, что турец позволит нам не только на уровне выбора и намерения исполнить его повеление, но и позволит нам ее осуществить. И не просто осуществить, а достойным образом осуществить. И, как мы цитировали, еще есть несколько цитат из книги Тейлим, говорит, Рубейну Бахи, «Все проведенные высшие выдержки из Писания учат нас, что автор, то есть Давид, царь Давид, избрал путь служения, избрал, да, то есть выбор сделал, но вместе с тем он просит Бога о двух вещах. Во-первых, о том, чтобы Бог помог ему целиком посвятить свое сердце служению и укрепить свой выбор, избавляя его сердце от беспокойства и забот этого мира и отдаляя их от глаз его. Как сказано, «Устреми мое сердце, единственное к страху передо мной». И также сказано, «Открой мои глаза и увижу я чудесное в Торе Твое». То есть, что просит он еще? Оказывается, тут есть еще тонкая вещь. Но это надо быть, может быть, царем Давидом, но он нам указал путь, он указал правильный путь истинного служения, который есть. Он, может быть, первопроходит, но после того, как он это раскрыл, мы уже должны идти по эти его пути. Первый-вторая, первый-второй этап, как мы сказали, там нет упования, там всецело надо полагаться на нас. А мы сказали о третьем. Верно надо полагаться на себя. И там нет, казалось бы, участия Всевышнего в этом. Полностью мое решение. Говорит, обожите, тот факт, что я один раз выбрал, и у меня проявилось при этом должное намерение. Это не значит, что в следующий раз у меня это произойдет. Значит, что я могу делать? Что я должен делать? Я должен просить Бога, чтобы он помог мне в следующий раз снова выиграть эту битву, снова пройти это испытание, снова правильно выбрать и снова иметь хорошее намерение. Это то, что он говорит. Укрепи мое сердце. Укрепи мое сердце, потому что в следующий раз я могу не выбрать. А если я выберу, и это сделалось на должном намерении, это уровень царя Давида. Это одно, что он сделал. Во-вторых, Давид просит укрепить его тело, чтобы он мог довести до конца свои дела в служении. Ну, вот. Теперь то же самое касается и третьей составляющей, третьего этапа. Когда дело доходит до непосредственного исполнения. То есть, когда человек решит навестить больного в хайфе. Принял решение. С должным намерением вышел из дома для того, чтобы поехать. В дальний путь, чтобы исполнить мецу. Надо по дороге молиться. Ребеншир, иди, знаешь, что там произойдет по дороге. Иди, знаешь, я, может, не доеду там, там не получится у меня, или я приеду туда, его уже выписали. Они знают, что тысяча одна причина. Если уже я еду исполнять мецу, говорю, Ребеншир, ну, помоги мне исполнить ее до конца. Чтобы я смог ее действительно осуществить. Не только иметь намерение. Я хочу ее осуществить до конца. Это то, что просит. И так, действительно, каждый из нас должен это просить. Это и есть, мы с вами перечислили основы вот этой четвертой части, четвертой части, четвертой сферы человеческой жизни, в которых мы ищем, каким образом может проявиться упование на Всевышнего. Снова, последний раз, подведем десятый раз то же самое. Есть у нас в исполнении мецвод три этапа. Первые два этапа решения принять мецву, намерение, которое мы имеем, душевный настрой, всецело в руках человека. И даже если третий этап конкретно исполнения мецвы не выполнится, засчитывается нас, как будто мы выполнили, при этом Медада Хасидут, уровень царя Давида, и кто хочет следовать ему, должен, простите, молиться, чтобы Творец помог усилить его сердце, закрепить его желание этого выбора и должного намерения. И плюс он должен молиться, чтобы вот этот третий этап, который зависит уже не от самого человека исполнения в этом мире, а от самого Творца, чтобы Творец ему помог исполнить. Да, исполнить. На этом мы с вами завершим наше занятие. Всего доброго. Привет из Русалима.